Вращайте барабан! Например, сумки. В топе испорченных вещей часто оказываются нежные шелковые вещи. После самостоятельных манипуляций структура ткани ломается, непрочный натуральный краситель вымывается, появляются белесые пятна. И дальше колдовать приходится специалистам. Сезонная боль потребителей – шубы и дубленки. Одно было изделие испорчено в пожаре, то есть пока тушили бронзбойтами, шуба, естественно, мездра вся встала колом. Мех он уже даже собрался в розочки, так называемый, это тоже такой профессиональный термин. То есть все размягчили, розочки эти разобрали, раздвинули, растянули мездру. Одну шубу принесли, просто принесли и поставили. Она у нас примерно месяц лежала в специальном растворе, который вот смягчающий опять же мездру. Перечистили один раз, по крайней мере, ее уже можно сложить. Снова ее нанесли смягчающий раствор. Сейчас массаж ей. Мы между собой смеемся, что у нас шуба в спа. Но даже передовые научные технологии могут посануть перед плесенью и ржавчиной. Их отправит в нокаут щавелевая кислота. Те же меха в зависимости от длины ворса, перепадов температур, солнечного воздействия и прочих капризов природы требуют деликатного обращения. Разбираемся в прелестях биочистки. У нас используются бальзамы на основе экстрактов растений. То есть абсолютно никакой химии, никакого вреда ни для изделий, ни для здоровья людей. Есть вот у нас такая услуга «Чистим детские коляски и автокресла». Это мало кто вообще в городе делает. А потребность такая есть у людей. Коляска – это габаритная вещь. То есть наш курьер приезжает, забирает у вас коляску, мы ее чистим. Цена где-то на 30% дороже, чем у химчисток. Недавно в городе появился сервис для адептов сникер-культуры и тех, кто очень дорожит любимыми найками, угами и тимберлендами. Кроссовки давно стали любимой универсальной обувью поколения. И эксклюзивным парам из лимитированных коллекций или просто классическим культовым моделям нужно особое отношение. Самая главная проблема, с которой к нам чаще всего обращаются – это стирка в домашних условиях. То есть берут пару, которую категорически нельзя было стирать в стиральной машине, тем более в обычной домашней, закидывают в барабан, стирают, и обувь просто становится очень-очень проблемной. Еще один момент – это, конечно же, солевые реагенты. Белоснежная обувь приобретает грязноватый колорит, замша бледнеет, материал деформируется, садится, появляются заломы. И каждому пациенту необходим свой уход – косметика, щетки и специальная аппаратура. Мастер может подобрать краску тон в тон и пропитать кожу или замшу защитным средством, чтобы вернуть уставшей паре прежний лоск. Это небыстрый процесс, который требует до 10 дней около 2000 рублей за полный апгрейд. Но оно того стоит, ведь некоторые вещи становятся для нас бесценными.